Всем привет! Я Валерий Хаблов, вы на моем канале Старая Голубятня. Наконец-то появилась возможность снять видео. И как я давно обещал, это видео будет на тему заточки инструмента. То есть о том, как я затачиваю инструмент. Ну, перед тем, как показать немного теории. Дело в том, что возможны два варианта вращения круга абразивного. От себя и на себя. Вращение от себя считается более правильным. Поскольку в этом случае металл вытягивается в длинные тонкие острые нити, заусенец. И это удобно для тех, кто занимается резьбой по дереву. Поскольку длинный заусенец оселками сошлифовывается. И край получается, режущая кромка, острый. Кроме того, вращением от себя можно на войлочном круге заполировать грани резца. Что при резьбе по дереву немаловажно. Поскольку работа идет руками. Это снижает усилие нагрузку на руки. И, кроме того, полированный резец оставляет чистый, гладкий, блестящий срез на изделии. И не требует дальнейшей шлифовки и полировки. Поэтому предпочтительно работать на вращении от себя тем, кто занимается резьбой по дереву. Но, кроме положительных моментов, есть и отрицательные. Во-первых, при вращении от себя происходит отжим резца. То есть, его надо прижимать вручную. И, кроме того, искра идет вверх. И это затрудняет фиксацию момента, когда режущая кромка касается поверхности абразивного круга. Ну вот, посмотрим сейчас. А, еще один плюс. Можно установить войлочный круг с полировальной пастой. И это позволяет уже после заточки, после сошлифовки заусенца, отполировать грани. Ну вот, вращение от себя. Вот, искра идет вверх. Но этот сноб-искр затрудняет зафиксацию момента касания режущей кромки. То есть, в процессе работы очень легко завалить режущую кромку. Правильный термин – завалить. Потому что многие говорят завалить. Тут валить некуда и нечего. А именно, получив овальную грань, эта заточка будет плохо работать. Но, поскольку фиксация, работа идет на круге, в идеале должна получиться вогнутая поверхность грани. Такую поверхность легко получать на специальном приспособлении. Их очень много описано и показано в ютубе. Но, дело в том, что эти приспособления требуют значительных затрат времени. То есть, для того, чтобы закрепить резец, установить угол, снять фаску правильно, потом это все разбирается, это занимает очень много времени. Это хорошо для тех, работа на приспособлении, кто работает с твердыми, хорошими резцами. Поскольку заточка идет долго. И снятие фаски идет все время под ними тем же углом. При заточке вручную, работа с резцами, сделанными типа из Р-18, неудобна, поскольку металл не дает искры. А поскольку не дает искры, трудно зафиксировать момент касания режущей кромки к поверхности круга. Ну, вот такие, значит, плюсы и минусы. И я уже сказал, что такой метод хорош для работы ручными резцами в резьбе по дереву. Ну, я в процессе работы затачиваю на кругах, которые вращаются на меня, на себя. При таком вращении происходит, как бы, подминание. Подминание заусенец под фаску. Заусенец получается не такой длинный. И, кроме того, вращающийся круг, как бы, прижимает резец. И не требуется дополнительных усилий, чтобы удерживать резец на поверхности круга. И, кроме того, искра идет вниз. И момент касания режущей кромки поверхности круга хорошо заметен. Это очень облегчает заточку. Поэтому в процессе работы очень важно, когда тупится резец, особенно если резцы сделаны, ну, как у меня, из R6-M5. Очень удобно быстро заточить резец. Поэтому я отказался от приспособлений, его затачиваю вручную. И затачиваю, буквально не останавливая точение, не останавливая токарный станок. А буквально мне достаточно повернуться и в течение, там, 10-15 секунд заточить резец. И работать дальше. В этом есть преимущество резцов, ну, скажем так, средней твердости. Вот. Ну, теперь рассмотрим заточку на кругах, которые вращаются на себя. Я специально взял резец широкий, для того, чтобы, ну, было понятнее, было более видно, лучше. Значит, у меня два камня. 80 и 60 и 80. Значит, камни недорогие, поэтому практически очень часто я очищу вот таким сектором, вырезанным из алмазного круга. И, в принципе, камни дешевые, жалеть нечего. То есть, обязательно надо заточку вести на чистых кругах. Поскольку остатки металла приводят к сжиганию кромки. И работать надо очень осторожно. Поэтому перед началом чистим круги. Это очень легко делается. Они заодно и выравниваются. Предпочтительней работать на круге с зернистостью 60, поскольку там возможность сжечь режущую кромку намного ниже. И результат заточки вполне удовлетворительный. На более мелком зерне надо чаще отрывать резец от круга и давать остыть. Ну, как происходит сам процесс. У меня нет ни углов, ни площадки. Площадка установлена стандартно под прямым углом. Вот кругу. Я работаю на весу. Ну, на пальце, можно сказать. Значит, что главное. Ну, поскольку угол уже задан рабочий инструменту. Нам надо только подправить режущую кромку. Поэтому ни в коем случае нельзя касаться сразу режущей кромкой круга. Значит, касаемся тыльной стороной первое касание. Противоположной стороной от режущей кромки. И потихоньку переходим так, чтобы круг касался сердцевины. Сердцевины кромки. Не кромки, а фаски. Если есть опасность сжечь, лучше отрывать резец от круга и дать ему остыть. Круг захватывает воздух. И здесь есть движение воздуха, что, в общем-то, облегчает заточку. И тем более, не надо каждый раз ловить угол. Вот несколько раз проходим сердцевиной. И делая угол более острым. Вот. Уже начинаем фиксировать момент касания фаской круга. Искра вспыхивает на режущей кромке. Вот. И когда искра прошла по всей длине режущей кромки, мы уже считаем, что заточка произведена. Ну, контроль. Во-первых, надо привыкнуть пробовать ощущать заточку пальцем. Хорошая заточка захватывает палец. То есть, по ощущениям можно определить, правильно заточен, хорошо ли заточен резец. А потом, визуально видно, если вы какой-то участок не добрали, то очень хорошо будет заметно, что у вас осталась какая-то часть не сточенная. Поэтому можно опять повторить. Ну, опять же, не касаясь сразу режущей кромкой, а постепенно подводя. Вот уже у нас. Вот. В результате грань нижняя должна быть вогнутой. Повторить радиус, вогнутость, выпуклость круга. Ну, или в крайнем случае она должна быть прямой. Но ни в коем случае не заваленной. Потому как заваленные резцы режут очень плохо. Ну, и к тому же, я уже сказал, что нельзя передерживать металл, поскольку можно легко сжечь. Потом придется снимать большую часть металла. Значит, опять же, повторяю, вот касаемся тыльной, противоположной стороной. И потихоньку меняем угол. Пока у нас не пойдет сплошная искра по всей длине. Вот в таком виде примерно получается резец. Пальцем хорошо ощущается заточка. Вот так идет заточка практически всех резцов. Значит, этот я показал для примера. Вот резец, с которым я работаю все время. Практически этот самодельный резец. Их три у меня. Они вытеснили все остальные покупные резцы. То, что я делал из разверток. Ну, тут какое преимущество. Если бы это был резец, целиком сделанный из твердого материала, такой, как режущая часть, то можно себе представить, сколько бы пришлось металла стачивать на точиле. Сколько это занимало бы времени. Ну, и сколько бы он стоил, если этот весь резец был из хорошей, дорогой стали. Ну, а поскольку здесь копеечная, в общем-то, сталь, то размеры ее, площадь небольшая, затачивается быстро. То есть, такие резцы вытеснили все остальные. И черновую, и чистовую работу я делаю такими резцами. Ну, тут то же самое. Касаемся сначала противоположной стороной. Вот. Появляется искра, и начинаем заваливать. Время от времени отрываем, не на большое расстояние, и даем остыть. Переходим на другую сторону. И ловим момент, когда искра пройдет по всей режущей кромке. Вот. Вот все. Достаточная заточка. Не надо ничего мудрить. Ну, здесь я еще, как бы, разговаривал и затянул время. А на самом деле, буквально 10-12 секунд, и заточка произведена. Вот такие, значит, моменты. И я считаю, что, в общем-то, этого достаточно. Если вы работаете, отделываете шлифовальными шкурками, то, в принципе, вам не нужно получать идеальную чистоту, идеальную полировать грани для того, чтобы одним резцом, скажем, выточить начисто. Это возможно, но это требует, во-первых, высокого мастерства, во-вторых, это большие затраты времени, ну и хороший инструмент. Я считаю, что вот работа таким инструментом и дешево, и выгодно, и быстро, и производительно. Ну, вот, вкратце я рассказал, что еще можно сказать. Круги должны быть хорошо отбалансированы на точиле. Кстати, вот и 20 лет работал, больше 20 на этом точиле, и оказалось, в конце концов, что здесь не проточенные фланцы, на которых крепятся круги. Вот, я, сменив две пары подшипников, начал уже исследовать, что же происходит, почему такое биение, и вот, наконец-то, устранил. Хорошая точила, хорошо отбалансированная, стоит, не закрепленная на резиновых ножках, и практически не мешает работе, его можно рукой всегда отставить, вот, и приблизить, когда надо. Так что, времени на заточку тратится очень мало, вот, и это очень удобно, это намного ускоряет процесс работы, производительность поднимает. Ну, а то, что стачивается металл чаще, ну, он не стоит ничего, тут жалеть нечего. Ну, вот, на одном дыхании, как бы, значит, все рассказал, может быть, что-то пропустил, вот, ну, если что, там, задавайте вопросы, но я рекомендую, я рекомендую такой способ, поскольку очень много роликов есть на ютубе, там, где задвигают очень такие сложные теории, умопомрачительные, станки, невероятно там, и дорогие, и, ну, в принципе. Конечно, инструмент надо покупать самый дорогой из того, что вы себе можете позволить, но если вы ограничены в средствах, то возможно работать на простейшем инструменте и быть результативным. Ну, вот, как затачивать полукруглые резцы рассказал, а теперь заточка скреперов. Ну, я работаю прямым скрепером и закруглённым. Ну, здесь ещё проще идёт заточка. Угол здесь примерно 80 градусов, и идея та же самая. Касаемся противоположной стороной, противоположной режущей кромки. Лёгким нажимом мы изменяем угол, заостряем угол. Пока режущая кромка не коснётся поверхности круга. Вот идёт искра, хорошо заметно. И этот момент уже говорит о том, что мы заточили нашу кромку. И также полукруглый резец. Здесь масса побольше. Здесь надо снимать больше металла, но тушить некуда. Заостряем угол, и вот идёт касание. Вот этого достаточно, чтобы получить острый заусенец на режущей кромке. Собственно, скрепер работает заусенцами. Его подправлять надо достаточно часто, поскольку после работы на круге, если рассмотреть под микроскопом, режущая кромка представляет из себя как бы пилу. Острые грани, как зубья пилы. И эти зубья быстро обламываются. Поэтому, работая с крепером, не надо предлагать больших усилий. Ну и чем чаще вы его затачиваете, тем чище он делает вам поверхность. Для снятия больших поверхностей скреперы не предназначены. Ну вот такая заточка, это вообще она секунды длится. Так что, всё просто. Но требует, конечно, опыта. Требует времени, вдумчивости. Ну, в конце концов, привыкаешь так затачивать. Не надо ни каких там тормеков, ни водных кругов, ни кожаных, ни полировальных. Всё получается отлично такими простыми методами. Так что, пробуйте, получится. Ну вот такая вот операция, как заточка. Как смог объяснил. Вот, задавайте вопросы, если кому что непонятно. До новых встреч на канале Старая Голдятня.